всем привет сегодня вы познакомитесь или узнаете не знали что можно написать или создать свой плагин для гимба гимб это у нас что-то типа фотошопа но кроссплатформенная и бесплатно я много чего не знаю поэтому я не буду рассказывать нюансы потому что я их не знаю я просто покажу как сделал это я сделал это я ну может быть за три часа это наверно два часа ушло только на то чтобы попытаться собрать этот код а плагины плагины могут писаться и такого на пайтоне на языке си еще вроде на чем-то но я писал на си так вот я это все добро загрузить подключил создал проект в пути кри и туре короче прилинковал там библиотеки аж файлы по указывал директории все такое пытался собрать там на этапе линковки была ошибка и разбирался почему что-то решил что-то не решил а потом понял что этого мне не нужно делать вот так как занимается сборкой непосредственно плагина непосредственно вот gimp tool 2.0 то есть вот такая программу ли на поэтому и даешь к вам нужно просто ну для того чтобы подсветка синтаксиса было то есть можно это даже делать вот в обычном редакторе дальше ну это как вы видите меня ubuntu под windows я думаю тоже порядок такой же но это windows все может быть что что еще нужно сказать нужно сказать что вот эти ссылки я оставлю в описании к видео то есть это gimp developers это как написать гимп плагин часть 2 но можно перейти вот сюда в райтинг а плагин вот здесь вкратце почитать то есть отсюда я собственно говоря из копипастил с копипастил да и потом со второй части вот здесь api гимповская можете ознакомиться ну и здесь пару примерчиков короче для чего мне это понадобилось то есть это не как урок потому что если бы это был бы как урок то мне пришлось бы все более-менее подробно рассказывать нет я делал следующее у меня есть сейчас вам покажу вот такая картинка то есть это png как вы видите есть буковки и фон прозрачный да и я решил время от времени то есть там день уделяя может быть по часу вот так вот буковки добавлять в некую такую библиотечку чтобы можно было об инжайль использовать ну не используя никаких других библиотека все почистую до рисовать русские буковки то есть чтобы какой-то шрифт был но и для этого мне нужно создавать битовые маски то есть это все основанно битовых масках то есть есть борды ну короче блин что это такое не рассказывать не буду короче есть битовой маски единичка или нолик то есть есть там значение ну рисовать или не рисовать вот соответственно все это я выдирал вот отсюда и как этот процесс шел то есть мне надо было вырезать буковку потом смотреть то здесь же есть вот каемочка такая и непосредственно буковка то есть это дверь разных битовых маски соответственно одну там единички нолики выставлять для 2 единички нолики то есть и вот в результате это где-то вот вот такое выливалось буковка а маленькая с каемкой и и непосредственно буква вот и короче это вручную делать очень долго и пока я делал 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 наделал уже много буковок потом думаю блин нет буковки я кое-как закончена мне еще скорее всего надо будет вот эти какие-то символы что-то еще возможно я нарою еще какие-то png шки с красивыми символами и тоже их надо будет переводить и я так подумал и решил что надо что-то делать но что тут делать я использую гимп значит надо написать какой-то плагин но большинство подобных редакторов не только графических или как их сказать потому что есть редакторы видео такие редакторы но один из редакторов нюк называется нюке вот очень серьезная штука и денег она стоит там тысячи долларов так под нее тоже плагины пишутся тоже нам сиси плюс плюс но много подобных редакторов предоставляет какой-то sdk дать чтобы люди могли писать плагины а плагины делают то что им надо так вот что для этого надо ну для этого надо знание языка си какое-то понятное дело потому что как я понял только на языке си дальше дальше вот такой файлик вниз main си чё чё в нем есть не знаю что в нем есть я знаю что есть функция ран которая вызывается тогда когда я вызываю свой плагин плагины в данном случае будет вот здесь вот примеру фильтр с декор и к примеру какой-нибудь этом класса и и вот как только я классно насколько я понял вызывается как раз вот это вот функция дед дед и плену ран вот квери не знаешь что это за квери на что вот это гимпинста это мы указываем куда устанавливать наш плагин данном случае когда мы будем вот так вот типа компилировать или устанавливать то это его название нет да да это его название я так понимаю как на диске валяется это его название в менюшке а вот это мы указываем куда он должен добавиться то есть данном случае он будет добавлен вот фильтр фильтр с фильтр с и появится миск где-то час вот он фильтр миск вот туда по я должна добавится вот такая надпись вот кликну по ней мы вызовем наш наш плагин вот на дальше дальше вот функция ран да есть в этой функции ран я вызываю функцию блюр почему блюр нет у меня нету эффекта блюр но блюр и ну я скопи пастил скопи пастил по моему со второго со второй части вот part 2 ран и тут по моему в примере было блюр вода все все просто и легко ты взял скопи пастил скопи пастил это все только потому что здесь я увидел что можно пробежаться по всем пикселям и узнать цвет пикселя вот что собственно я и сделал ты здесь в этой функции вот она где на вот она вот она вот она вот она я вызывается функция и я вот цикле пробегаю то есть дровой был это такое полотно на котором я так понимаю собственно говоря все это нарисовано до картинка я могу получить ее ширину высоту там еще какие-то параметры есть вот если вы в этом виды ешки сделаете к примеру в критик рейтере то когда вы точечку или стрелочку напишите то пацаны да ешка подскажет какие есть еще параметры у этой структуры но у объекта этого типа короче пробегая по иксам по игрегам узнаю цвет пикселя здесь по четырем каналам вот объявляем массив и соответственно координаты x и y пикселя и вот сюда в этот массив записывается непосредственно данные по четырем каналам то есть к примеру к примеру давайте вот сделаем вот так вот и сделаем вот так данном случае в том массиве у меня будут значения а вода 2 2 2 0 или 1 не помню для белого цвета для белого это будет до 255 255 255 а четвертый элемент массива это типа сейчас прозрачный или нет что этот проверяем что этот проверяю вот если ада если нолик то значит это прозрачное значит 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 ничего не надо то есть мне рисовать то есть битную я нолик ставлю если не нолик то я смотрю черный цвет или белый но дело в том что черный здесь почему-то не совсем черный мы увидели да здесь 2 2 2 не 0 0 0 2 2 2 то есть сделал проще я просто сравниваю если ты белый то тогда ну куда-то единичку а в бордер 0 иначе наоборот в бордер единичку в буковку 0 короче это это на это не смотрите вот вот здесь я пробегаю по самой картинке и соответственно это все сохраняю в файлик файлик я вот вот это на втором компьютере было поэтому я сейчас путь изменю потому что на этом я еще ничего не делал подождите здесь по моему то же самое до тмп надо создать папочку тмп тут тоже должна быть давайте не тмп давайте в дэп прямо сюда вот так вот дэв вот и соответственно файлики я сохраняю вот такие вот структуры вот вот так вот прямо раз один файлик и второй файлик ну а теперь давайте посмотрим как это работает что мне тут буковка у есть знаешь мне надо следующую буковку вырезать следующая буковка это буковка f значить я делаю вот не понял а вот таким вот образом не так во вот так вот по одному с этой стороны один с этой стороны а здесь вплотную итак 14 12 я создаю новую картинку они не не мне сначала же надо собрать плагин потому что здесь ничего еще нету как его собрать на что нужно для это нужно для этого перейти перейти туда куда где лежит мэнси и выполнить вот эту вот команду сейчас вам покажу она будет в этом файлике вот но этот файлик будет в репозиторий а этот репозиторий у меня в репозиториях во всех посмотрите будет вот такой гимп плагин так теперь нам надо сделать вот это опачки как вы видите ну на этом компьютере я этого еще не делал она говорит установи sdk да без проблем сейчас установить сейчас поставим sdk и продолжим ну да для этого надо sdk там-то у меня все установлено а тут ничего еще не установлено так но пока ставится sdk нажму паузу и так вроде установилась чуть что такое канат опен опачки а что не так гимп 2 а наверно тут не 20 они смотрите 20 блин так сейчас я тогда попытаюсь разобраться в чем проблема и продолжим короче решилась проблема все оказалось гораздо проще я тут обновлял библиотеки кучу всего обновлений сделано потому что залез в синаптик смотрю там обновление после установки есть короче нужно было нужно было просто создать вот эту папочку вот гимп тире 2.8 ну как и писала да как и писала вот здесь а и в ней папочку плагин и вот в ней появился такой файлик и я так что то смотрю что наверное наверное можно попробовать даже и даешкой попробовать собрать потому что все флаги компиляции вот здесь есть значить значить можно будет настроить и даешку и собирать 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 это скорее всего библиотека собирается поэтому не должно быть ничего сложного так вот короче вот так вот это все делается да мы переходим в директорию где у нас валяется файлик мэнси и вызываем непосредственно вот это вот команда дальше дальше нам надо запустить гимп и вот здесь фильтр с у нас ничего не появилось а почему но у меня на другом компьютере другой гимп поэтому поэтому странно ща будем разбираться короче нашел я что у нас плагины 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 вот тут валяются в юзер лип гимп 2.0 плагинс вот так вот давайте попробуем скопировать наш мэйн а ну да ну да доступа нету сейчас на другом компьютере это все пролетело очень легко и просто вообще никаких проблем не было ну сейчас сейчас где-то мы должны на сейчас попробуем все это провести тут ну что я это записываю ну только для того что я думаю вам будет где-то полезно ну вдруг у вас если вы вдруг решите написать свой плагин вдруг у вас тоже возникнут подобные проблемы так так где тут где тут где тут вот она гимп плагин а блин я ж не там сейчас попробуем скопировать что-то не подхватывает ну эту папочку ну понятное дело потому что я руками создал так возможно где-то здесь можно установить папочку с плагинами но я особо не искал вот может быть потом найду да и укажу так фильтр нету 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 нашего плагина хорошо сейчас еще раз попробуем короче ребятки все решилось глючный гимп как оказалось надо было вернуться к гимпу ну гимпу 2.8 тут вроде написано что с 2.9 он нестабилен и я все сделал как как вот вот здесь вот вот здесь поэтому но этой ссылки не будет в описании поэтому просто если вам надо записывать и короче гимп у меня получается 2.8 как и на том другом компьютере раз дальше теперь вот фильтр в фильтр так давайте я еще раз сделаю то что я делал что я делал так это я закрою и оставим вот вот это вот делая вот это просто гимп 2.0 install main main c после этого если у вас был гимп открыт его надо перезакрыть вот дальше его можно не перезакрывать так так вот миски вот у нас добавился png to bit mask а дальше что нам надо сейчас сделать я сейчас сделаю открою тот файлик который я уже открывал вот он и буковку f добавим да был разговор об этом буковка f большая большая вот она так дальше что я делаю я делаю вот так вот копирую и у нас 14 на 12 создаю новую картинку 14 на 12 фон конечно же прозрачный но без фона так сказать копирую копирую дальше дальше мне надо перевернуть эту картиночку так где нам горизонтально а потом на 90 вот и теперь ее сохранить теперь смотрите теперь я могу применить свой плагин вот миск и вызываю его hello world test ну этот текст у нас вот он вот он то есть вызывается же месседж и и все такое так теперь я открою файлики вот появились файлики border и letter открываем и что мы здесь видим видим то что мой плагин работает то есть теперь для того чтобы что-то изменить вам уже не обязательно перезапускать гимп вы можете например ну давайте что мы в бордере три знака вопрос а не давайте знаете что сделаю изменю вот этот текст напишу здесь png png to beat mask вот так вот сохраню и и сейчас применим эти изменения вот гимптул install есть все теперь теперь чем мы делаем давайте еще раз запустим свой png to beat mask то есть соответственно вот здесь уже ну при рабочем гимпе то есть его нужно перезапускать только когда первая регистрация вашего плагина после этого вы можете использовать записи файл для того чтобы так сказать дебажится да ну смотреть как работает вот это все а как это все работает ну я не знаю здесь api не маленькая здесь много всего по работе с картинками и все такое так теперь давайте применим то то что сделал мой плагин это буковка f сейчас я быстренько при вас это вставлю и посмотрим работает или не работает так это все у меня буквы 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 так вот здесь бордер для буквы f а вот здесь непосредственно буковка вот как вы видите жизни я себе упростил упростил написал плагин небольшой надеюсь вам тоже это поможет ну можно например например там написать какой-то плагин вот если хотите да то вот я вам сейчас сразу же и придумал что можно сделать так это большая да для цифровой подписи что это означает ну можно по какому-то алгоритму по имени файла а например ставить подпись ну имеется ввиду так блин как переключаться во имеется ввиду на картинке где-то по определенному алгоритму но он может отталкиваться этот гритм от имени файла брать какие-то пиксели вот взять например какой-то пиксель вот вот здесь и чуть-чуть изменить цвет но вот здесь мы знаем 2 2 2 в rgb да а поставить 2 1 2 на глаз вы это не отличите так вот вот так вот раскидать какие-то точки по всей картинке на глаз вы это не отличите но это будет ваша цифровая подпись все и для того чтобы доказать что к примеру какая-то картинка ваша можно можно продемонстрировать ну не 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 алгоритм к примеру а доказать что это ваше точно подсветить для каждой до примеру украденной у вас картинки подсветить определенные пиксели и показать что вот смотрите вот этот пиксель отличается от соседних почему он отличается и как он отличается и рассказать но я думаю идею вы поняли так а нам надо сейчас буковку f доделать сейчас вот это еще скопирую и посмотрим работает или нет ну то есть это то что я только что сказал такой простенький плагин чтобы потренироваться вот его не сложно сделать но тем не менее думаю польза уже какая-то будет вот ну и так дальше мало ли что вам там еще надо в примере какой-то блюры что это за эффект я не знаю ну я примерно предполагаю но не хочу говорить потому что я могу ошибиться так буква f давайте посмотрим а трава смотрите буковка f у меня большая есть есть работает но думаю все все что тут еще говорить говорить тут нечего то есть как вы видите сам процесс создания плагина не такой уж уж и сложный единственная проблема с которой я столкнулся это гимп вышка гимп выше 2.8 он какой-то глючный поэтому то что выше 2.8 я не знаю как решать проблемы лучше откатиться до вот этой версии и тогда все у вас будет работать на том компьютере на другом у меня это все отлично работало потому что там гимп правильная версия здесь был последний гимп и он был глючный более того в этом последнем гимпе 2.10 даже не было в preferences вот в идите и просто не было почему так что это такое непонятно ну а на сегодня все этот пример в репозитории валяется ну я не думаю что он вам сильно будет нужен потому что он четко заточен под конкретную задачу но тем не менее в репозитории это будет и в описании к видео будет вот это то что я выделил а теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайк и комментируем всем пока